Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Хасл Касл. Ну что же, с чего приступим? Пожалуй, наверное, с того, что у нас скрафтился меч, а возможно кинжал, ребята, а может быть даже булава. Но в любом случае нам надо посмотреть. Блин, прям руки чешутся, глянут, но как-то надо... Нет, давайте вначале вот это все соберем с вами, как мы это всегда делаем. Для начала собираем манну, древесину, железо, золото. Фух, так, ну а теперь, наверное, поднимем уровень нашим бойцам. Да-да-да, смотрите, соточка, а? Ну прям красота. Смотрите, такой деловой красавец наш, все, он стал у нас максимального уровня, сотого. Ну и я так понимаю, что барышня-то моя Иришка тоже не отстает, 99 уровень, так что скоро все у нас здесь наладится. Так, ну что, ребята, теперь будем... Нет, вначале все-таки мы глянем, что у нас здесь получилось. Эй! Так, погоди. Забрать. Что сделался? Давай заберем. Погоди, вы что-то тут... Что-то химичите как-то странно. Раньше не так все это было. Ага, вот, значит, что. Так, смотрите, ребята, на 99 уровень у меня скрафтилось легендарное оружие, которое называется Великая Сила. В общем, идет на крит, идет на уворот, ну прям как на ассасина. Но только это не ножи, а именно меч. При атаке есть шанс 21% восстановить себе 9% здоровья. Ну, как-то так. Так, при атаке есть шанс 30% снизить броню противника на 55%. Вот это вот уже лучше, ребята. Ну, что же. Я не зря все-таки себе подготавливал еще одного воина. Как вы знаете, вот именно этого паренька я буду сейчас и, наверное, снабжать этим оружием. Мы даже сейчас сравним с вами. Так, погоди, 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 погоди. Не то. Ну, вот так мы сделаем и смотрим. Да, этот меч у меня будет по атаке лучше, как мы видим, да? 93 уровня. Ну, а в остальном-то, вы посмотрите, в остальном он здесь, конечно, получше будет. Он на 11% восстанавливает здоровье, у меня лишь 9, да? Также здесь 31% влечит свой урон, здесь 30. Ну, они практически одинаковые, практически. Ну, за исключением, что у меня все-таки здесь идет и на крит, и на уворот. Здесь только на уворот, да и то он слабенький, но зато общая атака получается лучше. Так что, наверное, все-таки я надену вот это вот легендарное оружие, великую силу. Надеваем. Так, ну что, давайте определимся по броне. А броня у меня, по-моему, да, вот. Ну, опять же, смотрите, ребята, опять же бабка на двое сказала. Смотрите, общее здоровье, получается, да, на этой броне, монолит, который называется, лучше, чем на неразрушимый монолит. Но, опять же, берем остальные параметры. Здесь он всего один. Это у нас броня 7521. Здесь у меня на неразрушимом монолите тоже есть броня. Она, конечно, слабее. Слабее почти на 1400, скажем так. Но зато здесь есть магическая броня и крит. Все-таки я считаю, что вот эта броня лучше. Причем здесь, смотрите, здесь урона есть 30% увеличить свое здоровье на 65%. А здесь у нас при получении урона есть шанс 31% увеличить свою магическую броню. Конечно, по здоровью было бы круче вот эта вот бронька, потому что все-таки 65% здоровья. Это круто, я считаю, восполнить себе. Но тут тоже, извините меня, магическая броня. Тем более, если он будет атаковать именно магов, то я думаю, что будет в этом больше смысла. Так что, ребята, наверное, все-таки одену я вот эту вот. И сотый все-таки уровень как-никак. Да что там за бронькало? Так что, надеваем эту. Вот так. Ну, а дальше у нас что идут? Амулеты, кольца. Ну, ничего хорошего у меня здесь нету, ребят, я поставить не могу. Единственное, что что тут? 92 уровень, е-мое. А здесь тоже 92 уровень. Да, с кольцами, конечно, здесь у меня хреновенько все обстоит. Так же, как и с амулетами, надо будет как-то с вами этот вопрос решать. Так, ладно, давайте дальше заберем все. В общем, ребята, теперь мне нужно определиться, кого отправить следующего на прокачку. Хотя, можно и не отправлять, ребята, у меня, как бы вам сказать, практически вся команда уже, да, будет состоять из соточек. Смотрим. Этот сотый, этот сотый, этот сотый. Сейчас я еще одного сотого сюда воткну. И получается, что самый слабенький у меня полуэкт. Это маг у меня, да? Ладно, хорошо, давайте с него снимаем все, что на нем одето. Вот так вот. И отправляем его на прокачку. Так, ну а этого, естественно, ребята, мы берем к себе обратно. Также получится у нас, когда Иришка заработает сотый уровень, мы, естественно, ее заберем, а вот этого парнишку отправим на прокачку. Ну, в принципе, все логично. И у нас будут все, ребята, все сотые уровни и плюс два чувачка будут прокачиваться на будущее. Так, я не понял, а это еще кто такая? Светлана, это с какого ты перепуга здесь делаешь? Давай быстро в отряд иди к нам. Перешла она тут. Какого-то, кстати, уровня-то у меня? А, сотого. Ну да, ребята, у меня будут практически все сотого уровня. Так что можно теперь заняться вплотную, ребята, крафтом. Крафтом брони, крафтом оружия. В общем, все дела. Так, давайте-ка откроем с вами сундучок, посмотрим, что из него достанется нам. И достается нам фигня всякая. Это, естественно, сразу идет на разборку. Колечко тоже на разборку. Ну, яблочки. Это все нам пригодится. Кстати, да, давайте-ка, наверное, посмотрим рекламу. И вдруг нам сегодня повезет, если что-нибудь выпадет. Хотя я об этом сильно сомневаюсь. Глянем. Ну, давай посмотрим. Открыть, конечно же. Ну, порадуй меня. Да хрен там он порадует. Дает какую-то ерунду всякую. Причем, ребят, постоянно. Так. Урон и уворот. Колечко, да? Синее. Хорошо. Я гляну, ребят, колечко это синее. На кого оно вообще может подойти? Вдруг у меня какие-нибудь бойцы могут его носить. Кто его знает. Так, ну-ка, покажи мне. У тебя фиол. Фиол, фиол, фиол. Синий. Синий, да? Ну-ка, давай-ка сравним. А вот это вот. Момнике, да? Нет. У меня одето будет получше, получается. 88 уровень. Да, это никуда не годится, ребята. Нужно обязательно менять. Кстати, у нас завтра начинается портал, а я иду на работу. Так что, ребята, не получится у меня на этой недельке поиграть в портал. А очень хотелось бы. Так что придется пропустить. Ладно, не беда. Как-нибудь справимся. Так, ну рекламу будем мы с вами потом смотреть. Точнее, я буду их смотреть отдельно. Так, я вам уже подарки выслал. Теперь остается только забрать. Но для начала я, естественно, схожу вот сюда, на вторжение. Будем с вами сейчас валить этих непрекаянных орков. Как обычно мы это всегда делаем. Ну, понеслась. Естественно, будем все это делать на ускорении. И хотелось бы мне, конечно, посмотреть, много ли решают у меня вот эти вот два бойца сотового уровня на аренке. Будет ли какой-нибудь толк от этого. Естественно, я могу предположить, что мне бы, конечно, из магов, из магов. У меня же тут, по-моему, только один воскрешать. Подожди-ка, сейчас глянем. Так, этот воскрешает. Этот у нас наносит урон. То есть, дамагер, это хил. Есть, ребят, знаете, какая вероятность? Может быть, вот если мы заменим с вами лучника на мага. Опять же, на мага. И поставим ему вот этот вот посох на рез. То есть, у меня будет два резальщика. Один хиллер и один боевой маг. Но я боюсь немножко, ребята, встрять. У меня брони-то нет подобающей, да? Легендарный нет. Вот только вот этого здесь, 82-го уровня. От которого, по-моему, толка абсолютно никакого не будет. Хм. Или же оставить лучника и все-таки поменять нам одного из мага. И я почему-то склоняюсь это именно к боевому. Вот у меня боевой маг. Ну, они же сейчас улучшены. В общем, давайте мы так. Сейчас мы все это по-быстренькому с вами пройдем. Вторжение пройдем. И попробуем сходить на арену. И там уже, как говорится, все будет выглядеть воочию. Ну, естественно, если, конечно, враги-то будут хотя бы приблизительно моего уровня. Ну, чуть-чуть, может быть, повыше. А иначе ничего у нас не получится. И тест мой провалится просто крахом. Так, ну, здесь мы... Кстати, надо посмотреть, сколько у меня мощей-то стало вдруг. Так, да понятно. Кто там опять у нас? Кто там пришел? Ага, мышь. Ладно. Так, я уже забыл, как там у нас вот здесь, да, по-моему, или нет. Подожди, какая, блин, мастерская оружия? О чем вы говорите? Вот здесь. Ага, у меня стала мощь уже миллион семьсот. Миллион семьсот. Ну, даже если, предположим, скоро к нам вернется Иришка, и, естественно, мы сразу одеем ее по-топовому. Не знаю, правда, что и как это будет выглядеть. Но мощи должны вырасти. Я планирую, может быть, где-то за месяца два-полтора, может быть, до двух лямов как-то уж добраться. Ну, а дальше уже будем, естественно, продолжать и смотреть, что нам нужно и как дальше развиваться, в каком именно направлении. Так, что мы тут с вами сюсюкаемся? У нас, естественно, ребят вторжая. Мне нужно как можно быстрее его пройти, потому что времени осталось всего лишь два часа до полного его исчезновения. Так. Все, здесь порвали. Ну, еще раз повторю, ребята, я не успокоюсь. Мне два мечника не устраивают в команде. Я бы лучше взял бы двух даггерщиков себе. А лучше бы вообще в трех. В идеале три даггерщика и три эресельщика. Я думаю, что вообще бы рвали всех на ура. Но, как видите, с ножами мне не везет. Почему-то не хотят они крафтиться и не выпадают, и не вылетают. В общем, какая-то засада полнейшая. Так, давай-давай, крошим, крошим этих. Все, тут отлично. Тут, ребят, без проблем. И единственное, для чего я это прохожу, как вы знаете, для того, чтобы получить себе свой билетик для арены. Ну, а там уже на арене, чтобы получать очки. Так, ну что, давайте очередной бой у нас здесь. Рвем этих хохломонов. Так, отлично. Осталось совсем маленько тут у нас добомбить их. Ну, и все. Так, раз, два, и тут три. А, каких три? Два. А, тут еще один. Этого-то надо добить, ем-е-е. Что это мы на него будем смотреть здесь? Мешается только он здесь. Не должен быть. Да, еще, кстати, сегодня у нас бухты. Об этом тоже не забываем, ребят. Даже две бухты. Не знаю, может быть, одну пройти с магией, а другую без магии. Если только так, как говорят. Кстати, в тот меч-то мне же нужно было воткнуть камень. Я и забыл про него, а? Точно, точно. Сейчас мы это тоже с вами, ребята, сделаем. Давай-давай, в бой, конечно же. Так, этих разбираем. Ну, и также хотелось бы мне, конечно, посмотреть, если у нас, предположим, будет миллион восемьсот мощей, как я буду себя уже чувствовать в портале. Там же у нас, по-моему, на максималке, на 80 уровне, два ляма мощей, да? Ну, наверное, все равно бы я проиграл бы. Да, туда нужно идти, скорее всего, с двумя лямами мощей. Ну, два ляма сто. Вот, это, мне кажется, уже было бы оптимальненько. Ну, естественно, запастись кучей воскрешалок. Этот, тигриный рев там. Ну, вот эти все, короче, магии левые. И тогда, возможно, можно было бы там всех наказать и получить супер-приз. И, соответственно, сделать большую жирную точку в портале. Портал там уже бы, уже, как для фарма чисто темных душ шел бы. Но уже не для прохождения. Так, ладно, здесь, как смотрим, все у нас хорошо. Все, дальше-то проходит. Ну, вторжение, ребята, это есть вторжение. Тут ничего сложного нет. Мы тут просто их рвем, как сундуков. Так, ну что, последний, я так понимаю, у нас здесь орк. Естественно, мы его сейчас побыстрее накажем. Давай, 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 не томи. Давай, по бринкам прогружайся. Тут у нас, смотрите, как скелетики одни. Да, давненько, я не помню, отрядиков чисто из-за них скелетов. Что ж, хорошо. Ну вот, последний сундук нам выпал. Мы забираем, естественно, да-да-да, билетик. Так, что у нас тут? Наградка. Уже ее забираем. Так, манна, это все мы сейчас, ребят, заберем. Так, так. Подожди-ка, может быть, что-то тут кому-то что-то нужно. Да, естественно, я Халку дам деньги. Так, Майку я тоже дам денег. Кинг Владимир. Король Владимир к нам присоединился в клан. Я его поздравляю. Так, мне лучше бассейн манны. Но мне нужно улучшить. Да, конечно, улучшайте. А улучшайте все, что можете. Почему-то у нас, блин, по стандарту, е-мое, как не зайдут три человека в онлайне. Три. Не больше, не меньше. Ну, из-за расчета того, что я еще в онлайне. То есть, получается, два, кроме меня. Так, ладно. Об этом все потом. Что у нас, ребята, остается сейчас? Остается бухта самоцветов. И мы, пожалуй, сейчас начнем. Может быть, еще на аренку кинуть запрос. Давайте возьмем. Вот так вот сделаем. Так, я еще разок проверю своих ребят. Так. Так. Здесь же у нас... Или, подожди, где у нас камень? Камень же, я знаю, точно должен быть. В каком-то оружии. Так, это не... О, уже выбор соперника. Быстро-быстро. У нас, однако, здесь все это дело идет. Не так, как раньше. Ё-моё, я сам не зо. Это, значит, тут, наверное, враги. Ну, да, смотрите, миллион. Ну, давай вот здесь вот. Миллион шестьсот восемьдесят две тысячи. Посмотрим, как у нас здесь дело пройдет. Так, смотри-ка, тоже у него практически, как у меня, такой же, ребята, состав. Один в один. И я смотрю, у него тоже... А, нет, 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 показалось, показалось. Так, у него все маги идут на ресс, ребята. Это видно, это чувствуется сразу. Да что такое-то? Эй! Эй! Так, ладно, здесь вроде бы... Да должны справиться, ё-моё. Только одного я могу понять. Почему? Всё. Понял, ребята. Моя ошибка была, что я взял всего лишь одного рессельщика. Блин, надо же было на арену взять второго. Ай-яй-яй. Вот это я упухнулся. Зачем мне там боевой маг, да, согласитесь? Ну, или даже хиллер тоже самое. Он мне там не нужен. Ну, ладно, не успел, ребята, просто подредактировать, как вы видели. Вначале надо было мне заняться редактированием, а потом вступать в арену. Я думал, знаете, как обычно, на арене сейчас три часа будешь там тютюкаться. Фиг попадёшь, у меня будет время для этого. Ну, не получилось. Так, забираем все ваши подарки. Спасибо вам большое, ребята. Я уже вам от... А, нет, смотрите-ка, я ещё могу 8 отправить, да? Да, ещё не всем отправил. Ладно, мы это сделаем попозже. Сейчас не будем, как говорится, заселять эфир. Что у нас? Так, до следующей фазы 59 секунд. Я думаю, что мы начнём бухту с вами проходить. Так, давай добавляем самых лучших. Добавить, говорю. Так, разместить. Магию мы, естественно, всю заполняем. И подтверждает. Да, в бой, погнали. Да-да-да-да-да, давай в бой. У нас 40 секунд. Сейчас у нас будет уже следующий бой на арене. Так, мы посмотрим пока, как у нас здесь всё будет. Ну, здесь можно ускориться, ребят. Здесь не надо. Кто-то всё-таки надевает костюм уже этих цветочников. Так, ладно, мы с вами перешли сюда. Да, я думаю, что и этот бой, в принципе, мы должны с вами потянуть. Давайте-ка побыстрее мы с вами пробежимся здесь. Так, ну вот, мне вот нравится вот такая в данный момент компашка, когда три воина. Из них, естественно, большая часть идёт именно ассасинов. И три мага. Желательно, чтобы это были рессальщики. Вот это, я считаю, самое оптимальное. И чтобы они поднимали твоих мёртвых бойцов уже как можно с максимальным количеством ХП. Вот тогда будет это просто убер-команда. Так, ну что у нас? Аренка дальше. Выбираем противника с вами. Накала. Обалдеть. Так, ну вот. Вот этого можно, в принципе. Полтора ляма мощей. Смотрим. Так, я узнаю меч у него в виде этого цветочка, листочка. Это у нас... Ну, а что делать, ребята? Это донат, донат. Все хотят, все открывают, все что-то получают. Видимо, кому-то что-то устраивает. И они, естественно, оставляют это у себя. Так, ну здесь, как мы понимаем, тоже без особых проблем мы проходим. Естественно, ребята, мы на 200 тысячи, считай, были сильнее. Поэтому это неудивительно, что здесь мы победили. Так. А мы с вами быстренько перемещаемся у нас в полторы минутки на нашу бухточку. И будем дальше продолжать бомбить. Здесь я, наверное, ребят, не буду пока тратить магию. Будем с вами проходить своими силами. Посмотрим, как далеко мы сможем с вами пробраться. Так. Ай-яй-яй. Сюда же нужно тоже мне взять, ребята, рестничка было. Ай. Хорошо, короче, вторая походка. Вторая походка наша в бухту. И второй заход на аренку. Мы все-таки возьмем рестничка еще одного. И посмотрим, насколько лучше у нас будут результаты. Так, ну что, давай сразу в бой. Сейчас у меня лягут мои бойцы. Ну, естественно, одного из них успею трясануть сразу же. А вот второй, не знаю, через какой-то промежуток времени он сможет встать. Ай-яй-яй. Вот о чем я вам и говорил. Ну, вот почему-то не рестает, а? Не рестает. Не хватает что ли дури у тебя? Не знаю я, в чем проблема. С одним рестничком, конечно, ребята, фиговенько играть. Если боевой маг нам еще как-то делает пользу, то в данный момент я... Почему? Подожди. А кто у меня погиб-то? Я не понял. Ах ты, да-да-да. У меня же... Ёлки-ты-палки. И что же вы прикажете мне делать? Ядрена ты вошь, а? Так, ну что ж, придется тебе тогда, Ришка, как-то во что-то одевать. Я даже не знаю, во что. Так, давай мы тебе наденем вот этот вот посох нарез. Также мы тебе вот эту вот броню напялим. Так, что же еще? Так, пока мы тут сейчас будем с вами думать. Время... Ну, в принципе, есть еще. Есть еще времечко. Так, и что же мне тебе надеть? Кольца. Да, ну давай. Давай... Погоди-ка, ребят. А что, у меня кольца и амулеты от кого-то лежали? А в основном составе нету, что ли, ни у кого? Что это за ересь такая у нас? Так, ладно. Надо будет с этим разобраться. Что-то я не врубился как-то. Блин, да куда ты лезешь-то? Не сюда, конечно же. Нам нужно на арену валить. Давай, давай. Пойдем с тобой на арену. Так. Ну, тут уж больно круто. Ну, давай попробуем вот здесь вот. Better hunt you. Не могу, да? Почему-то. Ну, давай вот этого. Почти на равных. Посмотрим кто кого. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть меня посильнее. Ну, глянем. А как это он так? А, я уже думал, у него боевой маг побежит. Ну что, я думаю, что тут будут одни ресточки. Да. Причем у него артефакты. Это очень плохо для меня, естественно, ребят. Потому что у меня нет артефактов. Но он ресает. Ресает своих бойцов. Успевает таки. Вот этот вот особенно подходим. Все, он упал. Нет, ребята. Мы, как ни странно, здесь с вами победили. Ну что же. Это очень даже хорошо. Что мы здесь смогли победить. Так. Ладно. Я пока, наверное, вот здесь вот и застопорюсь. Так, а мне нужно посмотреть, какой же маг у меня не надел на себя вещи. Так, ну что же. Наверное, надо одевать. Потому что это у меня боевой маг. Как раз магический урон. Давай вот так сделаем. Так, что у нас тут по жрелкам? Это у нас сила магии, броня и здоровье. Ну да. Как ни крути, ребята. Так, погоди. Не сюда. Магическая броня и здоровье. Понятно. Так, так, так. Где у меня маг? Ну-ка, давай-ка посмотрим вот здесь вот. Ну что же. Естественно, одеваем. Одеваем. Вот так вот. Тут кольцо еще какое-то синее. С какого перепуга-то оно здесь вообще делает? Все. Это у нас на воскрешение. То есть, единственное, мне остается вот еще одного вот этого вот мага поставить к себе. Или же, как вариант, убирать лучника. Нет. Мы, наверное, все-таки вот так вот, ребят, с вами сделаем. Так, отдавай посох. А ты бери его. Я думаю, что вот так будет эффективнее. Ну-ка посмотрим. Так, 46 тысяч, да, идет. Ну и плюс еще. Так, у нас выбор. Выбор уже пошел соперника. На арене. Ладно. Давайте мы с вами выберем. Кто это у нас? Ну, этот мощный какой-то. Так, здесь у нас не получается. Ну, этого вполне можно разобрать. Причем даже без каких-либо проблем. Давайте я даже он ускорение сделаю, чтобы как можно быстрее все это дело у нас проскочило. Ты посмотри, а? Маленький да удаленький. Не так все просто. Даже посопротивлялся. Хорошо, победа за нами. И, по-моему, еще последний у нас, да? В бой остался. Да, и турнир закончится. Хорошо. Ну, а теперь мы идем, естественно, с вами в бухту. Так, бухточка готова. Берем. Блин. Ребята, то, что я ставил, это нифига. Ни о чем не говорит. Оно у меня так и осталось пока без брони. Хотя в данный момент она у меня экипирована по полной программе. Ой, ладно. Во втором заходике мы с вами все это дело исправим. Ну, здесь-то мы справимся, нет? С одним бойцом. По-моему, нифигашечки. Хотя нет, ребята. Скорее всего, да, справились. Почти. Отлично. Значит, не все так плохо. Так, мы с вами переходим на пятый бой. Поэтому давайте сразу же. Ой, подожди. Блин. А, хотя, в принципе, какая лица. Неполный состав, естественно. Мне просто даже некого поставить туда. Ай-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Отлично. Да ну. Эй, как так, ребят? Ну, что за ересь? Вот тебе и раз. Вот о чем я вам говорил, ребята. Нету ресса. Нету продолжения. Хорошо. Забираем сейчас с вами награду. Отсюда, естественно, нам некем больше здесь драться. Все это забрал. Так, ждем, естественно, завершения на турнире. Так, что нам тут выпадает? Ну, ничего хорошего. Так, что там? 9 секунд осталось. Сейчас мы завершим вот здесь вот бой. И уже поставим нормальный коллективчик. Так, так, так. Ну, он у нас уже, в принципе, стоит нормальный. Вот я единственное... Так, эта броня у меня... А, на суту, да. Все отлично. Все хорошо. Единственное, я вот не знаю, что мне делать с этим лучником. Оставлять его или нет? Хотелось бы, ребята, услышать вашего мнения. Как вы думаете? Вы бы оставили вот этого вот лучника у себя бы? Или бы все-таки взяли бы еще одного мага? Или же еще одного воина? Я знаю, что чем больше воинов у тебя, тем больше у тебя становится мощей. Потому что он все-таки тяжелый. Мощный. И прибавку он дает колоссальную. Так, ну что, давайте... Никого практически не осталось из таких легеньких. Да, ребята. Придется вот... Нет. Придется вот на этого прыгать. Ну, это... Это, конечно же, будет фейл. Сразу же причем. Вау, смотри. Вот, в принципе, вот такой состав меня устраивает. Два ассасина. Один мечник. Ну, и три мага. И, как видим, это в основном ресы. Вау. Что происходит? Смотрите. Просто со спины перечикали всех моих бойцов. Да. Ну, это неудивительно. Были бы у меня артефакты. Я бы посмотрел бы с ним, как у нас была бы стычечка. Ну, а без артефактов тут... Я с интересом, я проиграю. Ну, что, тут завершено. Все отлично. Возвращаемся домой. Все здесь пока соберем. Жалко, естественно, что у нас нету сейчас, ребята, портала. Я бы обязательно пошел. И мне будет очень сильно обидно, если там будут разыгрываться оружие, выдаваться за победу. Потому что мне нужно оружие, ребята. И чем лучше, тем лучше для нас. Так, что мы здесь... Так, тут у тебя посох 95-го уровня. Ну, естественно, я поставить ничего не могу, но он у меня нарез идет. Нарез. Это у меня боевик. Это тоже у меня идет нарез. Можно, конечно, лучника сделать в хило. Переделать его. Но стоит ли это делать? Пока не знаю, ребята. Вроде бы и броня есть, и все. Вот отсюда мы, например, могли бы снять броню. Ну, да, слабенькая. Но, тем не менее, для хило-то какая разница? Так, открываем здесь. Получаем свой билетик. Так, и броня. Ну, ее мы, естественно, ребята, разбираем. 91-го. Вот стоит вот эту броню, ребята, одеть, у нас уже сразу бы мощи подросли. Хотя мы можем с вами сделать... Даже убрать, предположим, лучника, да? И надеть, грубо говоря, сделать в тяжа. Вот так вот. У нас будет три воина и три мага. Два из них Реса и один боевик. Не знаю, как лучше. Или все-таки оставить лучника, а? Блин, вот дилемма-то, а? Причем конфетная. Видите, здесь мне не нравится, что только урон идет. Урон. Нету ни у ворота, ничего. Это вот на броне. А здесь у нас... А здесь у нас только броня идет. Вот так бы были, да? Урон, броня и магическая броня. Офигенно было бы. Но она на 85-й уровне, она слабенькая. Она меня не устраивает. Так, а это у нас на лучника, да, значит? 95-го. Да вообще ее можно чисто бахать, ребят, потому что она... Ой. Ну, выглядит, конечно, неплохо, но это не то, что нужно. Так, я, наверное, разбираю, ребят. Один осколок нам все-таки лучше. Даже два уже. Отлично. Ладно, ребята, поехали с вами еще раз в бухту. А, ну да, кто мне разрушен. Давайте заберем награду свою. Свои законные сколько там? 100 чей? Или 150? 150, это хорошо. И, естественно, сразу же отправляемся в бухту. Так, начать, походу, бесплатно. Так, два бойца. И эти у меня... Так, 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 так. Да. Три мага. Лучник и два бойца. Так, размещаем лучших. И, естественно, забираем сразу же всю магию. И подтверждаем. Ну, а теперь посмотрим, как я далеко смогу уйти, применяя магию. Ой, ё-моё. Блин. У меня же здесь воин. Я думал, что я ее обратно в лучника успел сделать. Нет, походу, дело не успел, ребята. Да что ж такое? Что ж... За косяк, за косяком, блин, а? Сейчас уже все, ребята. Не поменять ничего. Обидно, конечно. Блин, эксперименты эти чертовы. Так, хорошо. Давайте-ка мы сейчас с вами изменим вот здесь вот. Пока не поздно. Хорошо, что я только на бухту пошел. А ведь хотел же еще и на арену сразу же рвануть. Так, одеваем. Все. Ну, офигеть, да, ребята? У меня мечник в легкой броне. Бред. Она сейчас на бухте далеко у нас там не пройдет. Будет ее постоянно валить. Да. А ресерочки, естественно, будут на нее все свои силы тратить. И она будет у нас там падать. Потому что, сами понимаете, легкая броня. Тхе. Ой, жесть. Чуданули, конечно, блин. Так, ну ладно. Здесь-то на начальных порах, ребята, волноваться даже не о чем. Как минимум до волны, там, пятой. Потом будем, наверное, с вами уже применять магию. Но, опять же, вот этот вот косяк. То, что она в легкой броне с мечом. Это, конечно, нехорошо. Так, смотрим. По-моему, пора хотя бы одну использовать. Так. Здесь пока все хорошо. Вот она упала. У них артефакты есть. Подожди, подожди. У меня все бойцы, да, все бойцы на месте. Все хорошо. Я просто подумал, что уже кто-то там упал. Нет, все отлично. Так, и у нас здесь третья бойня. Поехали. Ну, давай, давай, добавим. Хорошо. Слушай, а подожди, а почему так... Так, подожди, меня вот это не устраивает. С какого вдруг перепуга у меня так мало магии? Давай заказывать, готовить. Поехали. Сколько? 36 минут. Меня этот тоже расклад не устраивает. Надо сюда отправлять своих ребят, чтобы они ускоряли этот процесс. Причем в разы. По-моему, все, нет еще 2. 17, 18. Назад. Ну что же, вот этих вот ребят мы отсюда, естественно, уберем. Уберем куда-нибудь подальше. Так, здесь все забираю. Так, ты тоже иди сюда, наверное. Так. И ты. Сколько у тебя там процентов идет? 10,7. Это очень мало. Пускай стоит здесь. Вот смотрите, ребят, короче, вот у меня элита здесь находится в данном моменте. Давайте посмотрим, сколько. 44 минут, да? Если мы сюда перенесем. Так, 35, 28 уже минут. 19. И последнее. 11 минут, ребята. Ну, грубо говоря, 12. 12 минут на изготовление одной магии. Это в разы лучше, чем, извините меня, по целому часу стоять и ждать. Так, хорошо. Всем привет, ребята. На шестом тронном зале можно здесь как-то стал купить за 30 рублей. Сам в... О, сам в... Не знаю, что ты имел в виду. Ну, и хорошо, покупай, если есть какая-то возможность. На шестом тронном зале, ну, наверное, да. А на моем тронном зале, на последнем, это очень-очень дорого будет все стоить. Так, ну что, у нас с вами бухта, продолжение. Поехали, ребят. В бой. Да, конечно, бой у нас получился неудачный, неказистый. Ну, да ладно, будем как-то бороться. Так, резают, резают. У меня там кто-нибудь упал. У меня упал, ребята, да. Главное, чтобы их у тебя, вале, отрезать у меня всех. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Мне нужно бойцов. Эй, да вы будете... Ну, пускай так, а это у нас в пролете, ребят. Да, с этим ничего я не могу сделать. Ну что же. Это и следовало ожидать, что она у нас погибнет. Но я могу... Так, что у тебя? Да ядрена ты вошь, а я ее включил в список лучших, да? То есть у нее нет оружия. Ай-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как же это плохо получилось, ребята. Ну, смотрите, она у нас без оружия. Да. Ой, блин. Ладно, иди. Только зачем ему пока не приложу? Черт подери. Даже надо было так лопухнуться. Так, ну и сразу же тогда уже... Погоди-ка, погоди-ка. Дай-ка я вначале хорошенько все просмотрю. Так, 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 так. Отлично. Все, пойдем вот таким составом, ребята. Подтверждаем. Ну, бог-то у нас, опять же, ребят, не задалась. Будем сейчас проигрывать. Ну, давай, 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 давай. Мы, считай, ребята, на одного бойца с вами профукались. Из-за того, что я, во-первых, не посмотрел хорошо, зарегистрировался. А когда регистрируешь, уже все, ребят, поздно что-то менять. Ну? Да вы мне, блин! Ну вот, ребята, вот из-за того, что они рисанули вот эту вот дуреху, я профукал, ребят, своего бойца. Лучше бы вообще я ее не ставил к себе в отряд. Да. Ай-яй-яй, сейчас они будут ее резать постоянно. Все, ребят, тут продули. Так, еще один человек нам нужен. И, в принципе, арена будет готова. Вообще, что-то быстро как-то размолотили тут. Я даже, честно говоря, не успел, пока посмотрел на время. Все, уже выбор соперника идет. Погнали! В общем, бухта самая худшая сегодня была у нас. У меня, по крайней мере. Ну что ж, посмотрим, как у нас пройдет арена. Так, давайте выбирать врага. Так. Давай-ка... Почему у меня мощей стало меньше, ребята? Из-за чего вдруг? У меня же было миллион семьсот. Стало меньше. Из-за того, что я, ребята... Да, понял. Поставил посох на рез, а он в мощах послабее. У меня там на отхил, как понимаю, лучше был. Ладно, смотрим. Ну, здесь должны же выиграть-то, е-мое. Да по-любасику. Вы будете резать мне воина-то или нет? А хотя здесь какая-то... Оу! Оу-оу-оу-оу-оу! Так, ладно. Все-таки я его победил, хоть и немножко был слабее. Ух, тут, по-моему, у нас очень кумба. Кумба. Что-то такое знакомое кумба. Частенько-частенько где-то я его видал. Этого кумбу. Так, у нас тут... Оу, султан. 3-за 3 ляма уже мощей. Ну, в принципе, ребят, смотрите. 2-800-3. Сейчас мы посмотрим, где здесь еще. Так, вот здесь 2 ляма. Это тоже хреново. Ну, а с остальными, в принципе, можно справиться. В общем, я где-то вот здесь буду находиться, на этой позиции. Ну, можно как-то чудом оказаться вот здесь. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, что еще пока можно здесь сделать? Собирать это все. Так, может быть, клан-вар сделать? А есть ли смысл? Ну, в принципе, есть, ребята. У меня яблоки позволяют делать все равно. Сейчас пока нечего. Поэтому можно сделать. Так, что там? Ничего, да, пока? Давай начнем войну. Все. Через сколько она там будет? Я чуть продинамил, ребята, по времени. Через 1.42. Отлично. Через 1.42 мы с вами расставляем свои войска и будем воевать. Так, ну что же, давайте смотреть. Так, пробуем здесь свои силы. А что там пробуй? Там полтора ляма мощей. И у меня лям 670. Должны, по идее, справиться-то. Хотя, не факт, ребят, не факт. Смотри, что происходит. Какие же они медлительные у меня бойцы. О, как тут печалька-то большая, ребят. Ну, фу. Хорошо, что у меня все-таки два ареса находятся, да, ребят? С одним бы здесь бы уже давно валялся бы. Отлично. Все-таки мы здесь взяли верх. Айдолели, победили. Ну, по крайней мере, у меня уже какой-то интерес. Проснулся к арене. Хоть как-то немножко начинаем выравниваться. По мощам, конечно, еще пока проигрываем. Но уже даем отпор. И, возможно, скоро уже появятся какие-то первые артефактики у нас. Так, что у нас там? Я же вроде бы войну объявлял, да? Объявлял. Почему-то яблок сколько было, столько и осталось. Странно как-то. А, это мы, наверное, когда будем с вами уже расставлять по гарнизонам. Там уже будут яблоки, да. 250 тысяч. Яблок в минус уйдет. Интересно, я могу на кого-нибудь тут понарваться? Давайте посмотрим. Так, 46-й, 47-й. О, 28-й. Итан. Давай разведаем. Биллион 180. В бой. Ну, это просто, ребята, уже. Это ничего личного. Так, обычные дела. Давай ускоримся, посмотрим. Сможем здесь победить. Ну, конечно. Причем у него все в костюмах этих цветочников. Ну, в принципе, нормально. Хотя мне эти ресурсы, ребята, ни к чему. Единственное, что очки нужны для того, чтобы, когда во время кланвара вы получаете сундук, вы могли что-то получить. Там нужно бы определенное количество очков. Если вы не набрали их, то подарок, точнее, ревард вам с кланвара не достанется. Так, смотрите, я уже вот здесь, на второй позиции. Так, ладно, давайте смотреть. Может быть, вот этого. Но, опять же, под вопросом, ребята. Могу вот этого 100% завалить. Этого тоже. Здесь, конечно... Так, здесь побежден. Ну, давайте вот этого попробуем. Фиксим. Посмотрим, как у нас будут здесь обстоят дела. Так, у него 2 воина, 3 мага. Практически, как у меня, ребята. Не практически, а такая есть компашка. Но, опять же говорю, я тоже себе хочу убийцу ассасина. Да что такое-то? Посмотри, как... Как-то тут очень больно круто у него. У него, по ходу дела, ребята, все врез идут. Все реснички. Так, отлично. Пока хорошо. Да, как бы вам сказать, хорошо. И в то же время не очень хорошо. Ну, давай, Рес, не подведи меня. Давай. Ну, оживи ты, е-мое, хоть кого-нибудь еще. Ладно, здесь так, справились. 123 очка получили. Нормуль. И 147 звезд. Ух, да, мне бы, конечно, билетиков бы побольше ареновских. И тогда бы я здесь подзавис бы конкретно. Что такое? Каспер прибыл. Ладно. Так, что мы можем еще? Может, кого-нибудь еще с вами надыбаем, а? Раньше было мое излюбленное занятие нападать на игроков. Ну, тогда и ресурсы нужны были. Вы прекрасно это помните. Ой, зачем я нажал сменить? Вообще, вообще нет воинов. То есть мы просто сейчас придем и уйдем. Давно такого не было, ребят. 75 очков получили. Отлично. На халяву, грубо говоря. Так, 42 скинули до следующей фазы. Значит, я еще могу посмотреть 37 уровень разведочку. В бой. А знаете, почему я не нападаю на 46 и на 47, ребят? Потому что у них там, наверное, за 2 ляма мощей у каждого. Это уже, как говорится, пройденный вариант. Ну, давай, давай, давай. Нечего тут сопротивляться уже, в самом деле. Просто отдайте мне свои ресурсы и все. Так, отлично. Естественно, домой. Кстати, ребята, многие, которые спрашивают, где скачать игру или как скачать, будет ссылка в описании. Там же, кстати, и будет эмулятор BlueStacks. Это новая версия, которая идет у нас. Ну, она вроде бы уже вышла из бета или нет. Ну, короче, ребята, будет ссылка в описании. Так что скачивайте и играйте на ПК. Так, ну что же. А, уже все, идет выбор. Ё-моё, воу. Видите, ребята, вот меня и понизили. И понизили, в принципе, из-за того, что, да, все эти хайф стали на свои места. Вот я здесь и буду. Это будет моя позиция. Выше я никак уже не поднимусь. Я их просто не одолею. Так, миллион шестьсот сорок шесть. Ну, давайте попробуем миллион, который вот этого. Нет, не этого. Вот, с ним попробуем подтягаться получится или нет. Почти одинаково. Так, у него три бойца. Три бойца у него, ребята. Ну, давай, 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 давай. Ага, у него, блин, фигово. Блин, лучиком мы его колбасим. Ай-яй-яй. Тут пробили мы. Хорошо, ребята. Все получилось удачненько. Так, маг лежит. Второй упал. И последний вот сейчас заваливаем. Ну, здесь удачно получилось. Это благодаря тому, что они все-таки переключились на моего лучника и начинали его бомбить. Ну, то есть тратили силы на дальнюю цель. Так, ну что же, последняя фаза у нас будет. Ребята, я обязательно ее возьму. Ну, как ни крути, они тут между собой стопудово будут вариться. Ну, а мы с вами, ну, 150 очков в любом случае получим. Если бы, ребята, если бы здесь, вот, например, в данный момент на арене кто-нибудь был бы послабее, я бы, возможно, зашел бы вот в эту вот тройку, тройку победителей. Если бы не было, конечно, вот этого вот. Ну, это ладно. Вот этот вот хотя бы был бы послабее. Хотя, нет, нет, ребят, что-то я не то говорю. Вот этот, вот этого бы не было, предположим, да? Или даже вот этого бы. То, возможно... Так, а это у нас самозванцы, пончики, я что-то не помню, пончиков самозванца. Так, видите, вот есть артефакт. Вау, уже синие кристаллы у него там стоят. Самоцветы эти. Зелень, серое все. Блин, надо тоже как-то заняться этим делом. Блин, ну там столько нужно денег, столько нужно пыли. Где эту пыль, блядь, ума не приложу. На кланварах, конечно, дают хорошо пыль, но... Опять же, нужно постараться ее заработать. Постараться заработать в себе столько-то там тысяч очков, чтобы получить смог ревер. А это не все так легко и просто. Ну что же, давайте выбирать с вами последнего соперника. Тут, в принципе, уже можно любого. Тут уже без разницы, ребят. Ну, давайте, давайте вот этого. Все равно я буду с вами находиться на четвертом месте. Поехали. Тут даже можно уже ускоряться, ничего страшного. Тут не произойдет. Все. Ну, если хотите, мы можем еще, ребята, с вами сходить разок на арену. Билетик, по-моему, у меня там есть, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, все это с вами дело. Да, у меня еще два билетика, кстати. Надо вот это все барахличко приоткрыть. Да? Колечко. На разборку. Так, эти сундучки мы с вами оставим. Вы знаете, на что. Ну, вот этот вот хлам, я думаю, надо разбирать, ребята. 90, 91, 92. Так, это у нас что, воскрешение. Естественно, на разборку все это идет. Синие кольца тоже, ребята, это уже все. Это уже вчерашний век, вчерашний день. Нам это ничего не нужно и уже не пригодится. У меня теперь отныне будут только Эпик и Лего. Никаких желтых, никаких обычных, которые тут вообще затисалось непонятно как. И... Ладно, это мы оставим с вами. Фиксим, пускай пока полежит. Так, смотрим дальше. 95 уровень, а тут у меня тоже 95. 37,37. Пока не знаю. Пока сомневаюсь, какой из них нужно бахнуть. Но вот это вот точно нужно бомануть. Опять у меня, ребята, потихоньку копится хлам. Кстати, вы знали, что это тоже, ребята, можно разбирать на пыль. Вот так вот. Если кто не знал, пускай знает, что самоцветы разбираются на пыль. Ну, правда, на обычную. Точнее, белые на обычную. Я так понимаю, что зеленые будут разбираться, наверное... Да, на зеленых пыль. Так, ну что, у нас здесь дофига всякого хлама, ребят. Нужно вот это вот все тоже бахать. Кстати, вот эти вот костюмы, они не нужны нам. Они очень слабенькие. У меня часовщики все носят синие. Так, по-моему, это тоже нам не нужно. Все слабое, все очень слабое и ненужное. Так, все это пойдет на разборку. Ладно, с алхимиками я еще точно не знаю. И вот это тоже посох. О, перепулы записался. Можем с вами заказать одну эпик-шмотку, если хотите. Так, что у нас тут еще? Так, турнир завершен. Ну, естественно, завершен, ребята. Мы с вами забираем свой реворд. И сразу же ставим на участие. Да? Да. А, была не была. Поехали. Так, 150 очков своих законных мы получили. Так, здесь магия уже подкопилась у нас настроение. Настроение 100%. Да, премиум 20% счастья. Так. А что, 6 человечков уже набралось из 10. Так, а мы продолжаем с вами бомбить. Давайте глянем, что у нас тут выпадет. Ну, ничего хорошего, естественно. Вот. Почему, блин, как же я хочу кинжалить к себе, ребята. Так, что тут? Вот это на повара, это все бахаем. Здесь у нас одни ресурсы. Так, это тоже на разборку пойдет. Так, это у нас... Это для казначея. Честно говоря, не помню, ребята. Не помню. Ладно, мы, наверное, оставим. Потом, может быть, все это глянуть. И выявить, что... Смотри-ка, синюха. Давненько, ребята, мне синие шмотки не выпадали. Из обычных сундуков. Это прям какой-то подарок богов, е-мое. Так, погнали далее. А, уже все, выбор идет соперников. Ладно. Давайте мы посмотрим, кто у нас там на арене. Что за враги? Ну, судя по тому, где я нахожусь... Да, ребята. Судя по тому, где я нахожусь, здесь будет... О, полная задница, ребята. Полная задница. Ладно, фиг с ним. Два-три ляма вообще. Тут, конечно, куда-то даже прыгать не стоит. У меня вот только таких полтора лямчика. Лям 200. С ним еще можно повоевать. А там с остальными даже лучше не суваться. Ну, Клинжальчик, куда ты лезешь, а? Нашел там лазейшку. Прыгнул. 136 очков, да? 163. Хорошо. Ну, ребята, насколько вы поняли, да? Здесь мы с вами полные профаны. Так, что здесь у нас... А, ну это все было уже. Полные профаны, потому что далеко я там не прыгнул. Но, тем не менее, потихоньку, полегоньку, ребят, будем с вами копить эти очки. Так, подожди, а я что, в бухте не забрал сундук, что ли? Странно, давай заберем. Все, давай посмотрим. Что нам тут? Да, ничего хорошего опять не выпало. Важное. Ну, это понятно, летний фестиваль. Так, все. Сверху, что-то на цветы пыли. Ну, это все понятно, это все раньше было у нас. Я не могу понять, что тут... А, все, я понял. Это у меня... То, что кламвар я открыл. Сносочкой это остается. Так, 40 секунд, а я пока за это время, ребята, глянул. Лука, например. Ну-ка, посмотрим, сколько у него мощей. Разведочку сделаем. В бой. Блин, надо было разведать начали, е-мое. Поехали. Бомбить. Да, ребята, вот смотрите, вот посох, всего лишь один посох поменял, да? Вместо легендарного поставил эпический. И уже мощи упали. Так, 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 так. Мы не можем здесь проиграть. Ни в коем случае, ребят. Это недопустимо просто-напросто. Все. Шикарно. Погнали. Так, до следующей фазы. А, две секунды. Все, понял. Выбираем. Ну, тут выбор-то невелик, ребят. Е-мое. Так, давай глянем здесь. Ух. Ой, Султан. Опять Кумба. Этот Кумба, по-моему, здесь вообще прописался на этой, на этой лиге. На турнирах, на этих. Постоянно он там сидит. Не знаю, что они там выбивают. Все уже давным-давно получали себе эти артефакты. Нет, все сидят там, дрюкаются. Так, ну что, мы здесь победили. Дима или нет, я что-то не могу понять. Должны, по-идее-то. Офигеть, лучник, да? Появился рядом с моим лучиком и бомбит прям в упор. Так, еще 249 очков получили. Ну, неплохо. Так. Насчет осла, ребята, что вы говорили тогда вниз промотать. Да, надо было вниз промотать. Я просто забыл это сделать. Так, что, ребят, что мне обессудьте. Вот, за полтора ляма можно взять сундук с едой. Пик. Пик. Денег, вы знаете, у меня очень много. Все. По-моему, все потратил, да? Да, остался лям. Но, согласитесь, для портала это самое то будет. Потому что в портале... А сколько они, кстати, дают-то нам денег? Я что-то... Не денег, а яблоки. Я что-то, кстати, не посмотрел этого. Купить-то купил. 275 тысяч. Ну, это хорошо. Это хорошо. Конечно, лучше было бы 600 довольно, но это тоже сгодится. Так. Что-то нам... У меня два кристалла, да? Также у меня есть еще две брони. 95 уровень. Это на мага. Слушайте, а я, наверное... Да. Я их буду бомбить, ребят. Так. И на 89-й тоже нафиг разбомблю. 5 кристаллов у меня уже есть. То есть, в портале в следующем я добуду себе 5 кристаллов по любасику. И, опять же, мы с вами поставим что-то на крафт. Так. У нас там что? 18 секунд. Так. Ладно, подождем. Поехали тогда. Мы с вами, по-моему, сейчас еще пощекочем. Так. Здесь у нас... Ну, давай посмотрим, Густаво. Разведочку сделаем. В бой. Миллион двести. Поехали. Попытаемся. Так. Ну-ка. Кто кого здесь? Не забываем, ребята. У меня магии нет. У него есть кракен. Который у нас стопорит. Плюс, я смотрю, у него есть артефакты. Так. Что, 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 что за станы? Пошли. Отлично. Мы здесь справились. Все отлично. Отлично. Возвращаемся домой. Так. Ну, наконец-то, кстати, я уже, ребята, давным-давно забыл, что такое казначей заработай. Наконец-то они у меня начали работать. И я начал у них забирать деньги. О, вы посмотрите-ка, ребят. Ну, почему сейчас не последняя фаза была, ребят? Ну, почему, а? Ладно. Давайте выбирать с вами следующую жертву. Кумба. Странно, как-то Кумба себя ведет. Непонятно. И этот упал. Не знаю, ребят. Может быть, они не играют? Да мне даже некого выбрать-то, е-мое. Давай вот этого попробуем. А там полям 800. Не справиться мне с ней будет. Так, на ускорение, потому что здесь я должен победить стопудово, ребят. Все. Отлично. Порвали их. 172 очка. Это мало, конечно. Маловато будет. Так, это будет у нас третья, потом четвертая. Ой, еще много. Еще не один раз упадешь и поднимешься. О! Смотрите-ка, давно-давно, ребят, я не получал вот эти два суммачка. Надо обязательно вскрыть синих. Потому что я давно ни на кого не нападал уже. Опа, четыре этих. Так, вот это мы разбираем с вами. Блин, прям как в старые добрые времена. Е-мое, а. Еще четыре кристаллика получил гема, кристаллы. Назовайте их, как хотите. Так, а вот эта вот броня, я не знаю, 85 уровня. Может быть, ее бомбануть? Ну что, я получу кристалл. А куда мне этот кристалл потом девать? Он пока никуда не применяем. Дайте-ка лучше посмотрю, кто здесь. О, три шестуры. Ну-ка, давай-ка разведочку. В бой. Ой. Е-мое, там еще такие доспешки. Я уже давно таких не видел. Как я помню раньше, красные, желтые были доспехи. Это у нас какие-то фиолетовые, бордовые такие. Так, ладно, они здесь получают по полной программе. Кракер тоже должен быть помог здесь. Так, деньги 295 тысяч получаем. Так, я, наверное, смогу еще, да, я смогу еще купить яблоки, ребята, у торговца. Кстати, это очень даже неплохо, получать яблоки. А, тут можно еще за кристаллы. А, за кристаллы, ага, 550. Угу, понятно. Также мы за гемы можем получить с вами самоцвет. И серый самоцвет за 250 тысяч. Вот это, конечно, хорошо. Пять осколков за 600 гемов. Но мне кажется, это дорого, ребята. И знаки доблести. 14 тысяч гемов. 14 тысяч, ребята. И я получаю 25 тысяч очков доблести. Давайте посмотрим. Предположим, что я могу взять себе за 25 тысяч. Ах, тут не посмотреть, да, по-моему. Да, не посмотреть. Я думал, сейчас можно будет глянуть, что я могу за 25 тысяч приобрести. Какой себе этот. Вот, я уже и упал. Так, ну что же, кого тут. Я уже не знаю, ребята, тут никого я уже не смогу побить. Всех слабеньких я уже побил. Хе-хе. Ух. Ну, смысл прыгать на этого парня? Я не знаю. Не поможет ничего. Эх. Ну, да, ребята. Тут как-то вообще все очень. Очень и очень все печально. Вон, тем более, там этот вонючий ассасин, который там со спины начал бомбить. Всех мне магов поперечикал. Ну, да. Ну, я достойно боролся, ребят. Достойно. Я старался. Так, ну что. В принципе, наверное, на сегодня и все, да. У нас еще есть один билетик. Ну, лучше мы его с вами на потом оставим. Ну, и здесь мы дождемся, когда у нас закончится турнир. И будем, ребятушки, с вами закругляться. Все здесь забрали. Все варится. Все готовится у нас. Так, давай-ка возьмем, наверное, яблок у него. 8000 гемов. 8000 гемов за 3890 рублей. А тут, смотри, 21000 за 7590. Ну, это, в принципе, ребят, то же самое. Да, это то же самое, что и вот здесь, смотрите. Если брать гемы, да. Даже здесь дешевле, ребят, будет. Смотрите. Здесь почти 7000. Я могу приобрести те же самые 29000 гемов. Да хорош там пикать. Что там пикает? Где-то отходит, подходит, не поймешь. Нервирует. А, опять, опять, как всегда, интернет. Ну что, пятая фаза, ребят, у нас началась. Это последняя. Вы сами как раз понимаете, что мне здесь уже никого не победить. Так что... Бесполезно. Ну, давай вот в этого еще попробуем. Да, из-за этого Wi-Fi, ребята... Не знаю, в чем проблема. Постоянно почему-то он отключается. Наверное, пора его просто-напросто заменить. Ну что, здесь мы, как всегда, ребят, с вами, наверное, проиграем. Хотя, черт его знает. Эть! Ну... Не, ребят, мы здесь даже, наверное, сможем выиграть. Фух! Прикольно. Я порвал его. Пять начинает отходить. Да я не знаю, в чем проблема, ребят. Связь теряется. Он... Не знаю, что там. Не контачит в нем. Короче, он достал меня. Надо его менять. Покупать новый себе. В общем, как вы видели, ребят, мы победили этого за... Лям 800 мощей только что на ваших глазах. Так что все отлично. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И... Эй! А как мне выйти? Че вы? Да понятно. Я забрать свою награду хотел. И все. И сматываться отсюда. Короче, не знаю, ребят. Что-то зависло. Наконец-то просралось. Забираем свою награду. 150 очков. Так. И сколько вообще, интересно, у меня, ребята, уже... Ну, 6... Почти 7 тысяч, ребят. 7 тысяч. Мне еще столько же ровно накопить. И у меня, наверное, появятся первые мои артефакты. Так что, ребятушки, всем пока и удачи. Увидимся с вами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!